Меня зовут Настя Понятская, мне 13 лет, болею я такой болезнью, точно научное название Но сказать не могу, мне вот довольно тяжело ходить и сидеть, и ходить даже далеко я не могу Там в принципе еще много всего, что-то болеет у меня постоянно, немного, уже около 2-3 лет у меня вот постоянно что-то болеет Но обычно терпимо, если по балам от 0-10, то вот на 5-10 постоянно либо рука, либо там голова болит Я привыкла к тому, что ребенок мне очень хорошо терпит боли, и это уже нехорошая привычка для нее Потому что очень сложно определять, когда болит То задать вопрос, болит, не болит, это бессмысленно, потому что она скажет, что нет, не болит Или болит, но не очень Мы перешли оценивать ее конкретно на шкалу И в ее случае, когда она говорит, что болит, но не очень, это 5-6 баллов На самом деле это много Потому что здоровый человек 5-6 баллов Будет, конечно, терпеть, но это существенная боль все-таки А для нее это, наоборот, не существенно, потому что уже есть привычка Есть привычка потерпеть Надо верить детям, действительно верить, когда они говорят, что им больно Потому что иногда говорят, да ладно, больно, ну пройдет Там поболит и пройдет А вот это вот поболит и пройдет, оно вызывает стойкое желание у ребенка Просто не говорить о том, что ему больно Он знает заранее ответ Потому что, ну ладно, поболит и пройдет Ну что ты рассказываешь? Была такая ситуация, что позавчера мы собирались на черное мероприятие, умыли голову, упала на ванну грудной клеткой, неприятная ситуация была, вроде было нормально, мне по крайней мере целый день спокойно была на мероприятии, болит и болит, думала, что пройдет. Крайней мере обычно приют, что если ты ударяешь, там быстро проходит, но на следующий день я уже поняла, что ничего не прошло, только стало сильнее, тогда уже сказала маме, хоть ей, наверное, надо было бы раньше сказать об этом, но думала, что пройдет. Не все врачи понимают, что дети могут терпеть как раз гораздо сильнее боль, чем терпят взрослые, они немножечко по-другому не относятся. Есть боль, которую правда можно потерпеть? Ребенок отказывается периодически от приема таблеток, так как он слышит отзывы врачей, чаще всего это врачи у нас из поликлиники, которые волей или неволей произносят фразу о том, что травмал может вызывать привыкание, будет определенная зависимость, это не есть хорошо. Настя слушает это, просто периодически отказывается и мы получаем обратный результат, когда мы вынуждены увеличивать дозировку. Препараты, которые обезболивающие, которые опиоидные, как бы да, допустим, но они не вызывают привыкания в терапевтических дозах, это важно, потому что в первую очередь родители действительно боятся, что дети станут зависимыми. Я разговариваю уже с врачом из поликлиники, объяснявшим, что перестаньте хотя бы при ребенке это говорить, а не к этому, что вы, я же говорю, как есть. Она взрослая, она должна все знать. Знать что? То, в чем вы ошибаетесь? Ну вот как так у нас получается разговор. Порой надо перед своим ребенком не думать, что врет или не договаривает, и стараться всегда понять получше. Наверное, вот это. Потому что пора бывает. То, что врач не понимает, он думает, говорят то, что либо он там врет или придумывает. То есть такое просто бывает. Из-за этого часто-час такие вот непонимания. Были периоды, когда она не давала к себе прикоснуться, то есть было вот дотронуться больно к коже, вот такие парастезии. Но вот они частично убирались другим препаратом. В сочетании с травмалом получилось очень хорошо. Мы избавились, в принципе. То есть его теперь хотя бы можно обнять. Потому что до этого обнимать было нельзя. Ей было просто больно. И я очень хочу, чтобы она продолжала жить без боли. Вне зависимости от того, какие препараты мы будем принимать. Основная цель нашей, да, это жить без боли любыми средствами. Продолжение следует...